К нашему эфиру прямо сейчас присоединяется политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте, как всегда, рады вас приветствовать. Доброе утро. Приветствую, рад видеть, слышать. Взаимно. Олег, скажите, пожалуйста, только что посмотрели наш аналитический материал. По вашему мнению, на самом ли деле мир на пороге большой, новой войны? Ну, возможно, ее даже назвать Третьей мировой. Я бы сказал, у меня есть плохая и хорошая новость. Давайте с плохой. Ну вот плохая действительно в том, что мир мчится на всех порах, действительно глобальной войне. Она может быть концентрированная, то есть иметь форму такой классической мировой войны. Может быть деконцентрированная, то есть это череда конфликтов в разных точках, которые взаимосоединены между собой и сообщаются ключевыми сторонами конфликта, либо тематиками и другими способами. Ну, в этом плохая новость. Ведь, к сожалению, история человечества нас учит, что выводы меж войнами очень редко, когда делались, и, к сожалению, преодолевались слабости миропорядка в основном только после очередной кровавой бани. И сейчас пока что нет ничего, чтобы говорилось, что мир действительно поменял эту парадигму, и вот мы будем наблюдать процесс, когда, наоборот, будет вытормаживаться это. Но хорошая новость в том, что Россия, начав полномасштабное вторжение против Украины, а если быть точным, еще и 2014 год и вообще 2008 год, Грузия, в общем, всем этим Россия ступила на эту скользкую дорожку рановато. И вот полномасштабное вторжение России — это был полный фальшстарт от имени всей этой оси сил дестабилизации, такого себе варварского интернационала. И мир оказался еще не настолько слаб и не настолько деградировал для того, чтобы оказаться безоружным перед подобным варварством. Украина пробудила демократические страны, показала, что демократия может быть с кулаками и противостоять куда большему и более сильному противнику. Соответственно, вернула веру в то, что демократия способна бороться. Это было видно буквально как первые месяцы. Огромнейший всплеск был сначала от страха, потом заканчивая восхищением и не только Украиной, но и самими собой. Западных чиновников, западных политиков, которые понимали, что они оказываются способны. А ведь до этого были достаточно мягкотелыми. Тот же Боррель, над ним откровенно, это глава внешнеполитического ведомства ЕС, в России изгалялись во время его последнего визита перед российским вторжением в Украину полномасштабным. И после этого Боррель, который взял в кулак всю европейскую дипломатию и, я понимаю, впервые выделил деньги на оборонные расходы для Украины, это было беспрецедентно, абсолютно не для члена ЕС, этого не делалось даже внутри ЕС. В общем, хорошая новость в том, что Путин фальшстартанул из-за своих электоральных внутренних потребностей, Крым выветрился, необходима была электоральная Виагра внутри. И таким образом мир получил прививку, и подготовлен сейчас демократический мир куда лучше, нежели диктатуры к этому противостоянию. И это создает шанс на то, что действительно мы можем не выйти из витка региональных конфликтов в уровень глобальной войны, ведь ключевые деструкторы, кто был в ней заинтересован, на сегодня пересматривают свои планы и видят, что они недостаточно готовы, чтобы выйти из такого глобального конфликта победителями. По заявлениям и действиям наших западных политиков и стран наших партнеров, вы видите понимание этой ситуации или нет? Если я правильно понимаю, то тогда миру сейчас нужно показать, что демократическим странам показать, что у них есть не только кулаки, но и стальные мышцы, и закончить войну России против Украины как можно больше, и как можно разгромнее для Российской Федерации, дабы всем остальным участникам оси зла бы неповадно было. Я еще не вижу абсолютного консенсуса и решимости в этом, но уже вижу действия и траекторию, по которой действительно и осознание того, что необходимо это делать в ключевых западных столицах. Можем увидеть Южный Кавказ и то, что Соединенные Штаты буквально экстренно и незапланированно объявили военные учения с Арменией, на территории Армении находились американские войска, что не допустило витка разрастания агрессии за рамки, Карабаха и, собственно, допуска полномасштабной Азербайджана армянской войны. Если бы, например, не было кейса российско-украинской войны, не факт, что Соединенные Штаты на это бы решились и понимали все риски от этого. И, соответственно, смотрим ретроспективно назад. Если бы перед вторжением России в Украину полномасштабным, Соединенные Штаты объявили совместные учения с Украиной, американские войска были бы в Украине. Не факт, что российское вторжение произошло бы по такому сценарию. Но тогда к этому не были готовы, а сейчас готовы. Израиль и активизация там. Мы тоже видим, что Соединенные Штаты сразу же отправили авианосные группы поближе. Разговор Натаньяху с Байденом первый же. Он выходит с коммуникацией и с заявлением следующим Натаньяху. «У нас руки развязаны», что ему сказал, по его словам, господин Байден. Это тоже очень важный месседж был, что Соединенные Штаты готовы не оковывать союзников тем, что не провоцируйте, ведите себя как можно мягче, не стоит эскалировать, а наоборот, показывайте всю жесткость и реагируйте так, как считаете соизмеримым, а мы стоим за вами. Потому что это необходимо было продемонстрировать Тайваню, который следил очень серьезно с ситуацией, Южная Корея. Если бы Соединенные Штаты действовали а-ля Киссинджерские времена, то это бы сразу создало бы кратное повышение рисков для Тайваня, для Южной Кореи, для других союзников Соединенных Штатов, в случае, если по отношению к ним была проявлена агрессия. И Соединенным Штатам необходимо было продемонстрировать всю решимость, для того чтобы отослать месседж потенциальным агрессорам, что это уже не те мягкотелы Соединенные Штаты, а они будут действовать решительно, и для того, чтобы успокоить союзников. Поэтому, да, я вижу, как Запад по этой траектории двигается, и европейские страны, и Соединенные Штаты, и в океане союзники демократические. Ведь ключевой разлом сейчас — это силы, которые дестабилизируют мир, и силы, которые обороняются, и пытаются сохранить его в русле силы права, а не права силы. — Олег, если говорить о Иране, вот мы знаем прекрасно роль Ирана в той войне, которую Путин развязал на украинской земле, но в целом вот в этих новых раскладах Иран — это уже полноправный член этой самой оси зла, назовем ее так. — Да, безусловно. Иран в различных точках может проявлять разные свои лица. В разных конфликтах он может быть либо нейтральным, либо деструктивным полностью, где-то даже ситуативно может быть полезным для стабилизации. Но в целом ключевой интерес Ирана — это дестабилизация, поскольку объединяет все эти страны лишь одно — они не способны конкурировать по цивилизованным правилам. Они фактически проиграли гонку конца XX — начала XXI века. И гонку цифровую, и гонку экономическую. И, соответственно, они говорят, что раз мы не можем конкурировать по цивилизованным правилам, давайте вернемся на пару столетий назад и давайте правом силы. Теперь мы взойдемся по перекроим и запустим игру на новом. Вот поэтому очень интересна здесь роль Китая, который, с одной стороны, находится за спиною данной оси, и все прекрасно понимают, что он является альтернативным полюсом со знаком «минус» диктатурой. Но, с другой стороны, Китай не заинтересован в глобальной войне сейчас, поскольку он-то как раз конкурентоспособен. И он, скорее, заинтересован находиться за ширмой и руками других недемократических режимов реализовывать грязные интересы в отдельных точках. То есть интерес Китая — это точечные дестабилизации, но при этом недопущение глобального противостояния. А Путин вот здесь передавил. И он фактически загоняет Китай в то, что ему приходится выходить из-за ширмы, его дезавнируют, и создает риски для Китая глобального противостояния. А тогда весь ресурс, который накапливал Китай и все свое могущество, оно фактически растворяется и распыляется, обнуляется. Ведь в ядерном потенциале они еще не могут тягаться, даже с Россией, не говоря уже Соединенных Штатов. И в военном потенциале, исходя из того, кто у них соседи, у них же немаленькие соседи, Япония, Южная Корея, тот же Тайвань — сильное милитаризированное государство, непропорционально к своим размерам. То и потребности у них военные абсолютно другие. И не забываем, что есть территориальный спор с Индией. И это тоже очень важный фактор для национальной безопасности Китая. Поэтому тут скорее Китай на сегодняшний день занимает амбивалентную позицию, когда он силами зла, но при этом он оставляет все время пространство для того, чтобы не допустить наихудшего. Ну, если уже мы заговорили о позиции Поднебесной, смотрите, на носу, насколько мы понимаем, он таки состоится, вроде бы как визит Путина в Пекин. Банальный, с одной стороны, вопрос, с другой стороны, очень важный. Что ждать от этой встречи? Я честно скажу, я больше жду от встречи Си Цзиньпина и Байдена, поскольку то, о чем я сейчас рассказал, это фактически является повесткой для сотрудничества между Соединенными Штатами и Китаем. А Путин в данном случае скорее едет к Си Цзиньпин, для того, чтобы согласовать, а какие вообще планы дальше, что увидит, как Китай разведет ситуацию, и где красные линии для Китая, за которые не стоит заходить, а где Россия сейчас находится в российско-украинской войне, и каким образом собирается из нее выходить. В общем, показательно, что это визит на форум «Один пояс, один путь». Это практически религиозный уже идеологический конструкт, не только экономический, логистический для Китая. Это их проект «Века». И в данном случае Путин приезжает уже на готовое мероприятие, с готовой повесткой, как один из рядовых фактически. Другие лидеры тоже могут присутствовать там. Например, гостей, а не с полноценным визитом партнерским, когда Си Цзиньпин и Путин встречаются как равные. Это тоже очень важно. Путин едет на чужой праздник. Ну, точно как равные будут встречаться уже, вы упомянули, Байден и Си Цзиньпинь, да? Чего вы ждете? Вы говорите, что больше ждете от их визита. Насколько судьбоносными могут быть решения именно в этой встрече? Я думаю, что в публичном поле мы не увидим чего-то разительно громкого и яркого, хотя приятно буду удивлен, если это выйдет. Судя по всему, здесь важно договориться им сейчас об определенном коридоре, за рамки которого не выходят, и есть общие интересы. Например, ядерное оружие, неприменение и не угроза ядерным оружием. Например, недопущение Третьей мировой. Это общий интерес. Например, недопущение столкновений разных деструктивных сил в регионах, где есть общие интересы логистические, экономические, энергетические. Болевые точки для мира в целом, которые ударят одновременно по всем. Там, где маленькие диктаторы и небольшие субъекты, региональные хотят сейчас поперекраивать границы в своих интересах. Там, Близкий, Восток, другие части. Это также может быть общим. Также, возможно, некая договоренность об реформе ООН. Конечно, это будет, скажем, косметический ремонт в концлагере. То есть особо сути это не поменяет. Но, тем не менее, общая повестка относительно реформы международных институций, я думаю, также может присутствовать там. Если все свести под этот знаменатель, то вне публичной части договоренности о правилах игры и коридоре, за который не выходят оба игрока, и приемах и методах, которыми не пользуются. Да, Олег, на самом деле, видите, ситуация очень так динамично развивается в мире. Напомню, что администрация президента США Бадена просит у Конгресса выделить более 2 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Ну, это мы обязательно с вами обсудим во время следующей нашей встречи. Есть еще пакет на 100 миллиардов, которые Байден хочет тоже вынести на голосование Конгресса. Но дождемся спикериады, который обещает быть непростой. Олег, спасибо вам огромное за этот разговор, за то, что уделили нам время. К нам присоединялся Олег Саакян, политолог. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова